Как, собственно говоря, работать с этим контентом? Еженедельно слушателям направляется кейс заблаговременно, подобно тому, как накануне сегодняшнего занятия вы получили описание забастовки на заводе Ford и задание. У нас были на практике случаи, когда кейс направлялся в форме видео. Мы направляли видеосюжет. Если не ошибаюсь, в вашем случае, когда мы рассматривали конфликт на интеллектуальной собственности, вы тоже получили видеосюжет. Помните, да? Такой вариант. И по результатам этого видеосюжета были заданы вопросы. Конфликт между изобретателем и заводом по поводу производства печей. Потом мы эту ситуацию смоделировали. Я помню, что Абдрашид Ирлаевич был как раз в роли изобретателя. Я был в роли администратора завода. И мы с вами успешно этот кейс промоделировали. Далее. Цикл обучения продолжается непрерывно в течение всего срока обучения, поскольку, как заметили наши слушатели из Красноярска, я эту группу называю как образцовую, именно из-за того, что там было благоприятное стечение обстоятельств. Сначала мы познакомились с каждым участником этой группы при очном взаимодействии, работая в аудиториях. Затем такие чисто личные контакты и групповое взаимодействие позволили активно работать на форуме. Каждый раз по итогам лекции и проведения имитационных сессий медиации происходит обсуждение. В виде краткой формы это дебриф. Так принята терминология среди медиаторов за рубежом. И затем более полное обсуждение с углублением материала в интересующей области. Кстати говоря, мне очень удивительно было узнать, что в оригинале моделирование имитационная сессия медиации чаще именуют словом simulation, simulation, симулирование в переводе на русский язык. Но, на мой взгляд, здесь именно игровая, ролевая игра позволяет быстро освоить материал. Кроме того, вы видите здесь большие возможности, которые дает электронное обучение. Хотя вот именно на примере нашей с вами группы, уважаемые коллеги, вы не все из перечисленных учебных материалов рассматривали под моим руководством, но вы можете самостоятельно в базовом курсе посмотреть результаты, например, анализа форма «Семейные конфликты». Какую замечательную работу провели наши коллеги-медиаторы из Липецка на основании обобщения данных мозгового штурма медиаторов из Красноярска. Вот такое межрегиональное, межгрупповое взаимодействие очень сильно обогащает. И даже по результатам учебного курса может возникнуть учебный контент, что особенно интересно. Поскольку нас постоянно в обществе окружает информация, отраслевые новости, деловые газеты, большое количество информации, имеющей отношение к рассматриваемым учебным темам, может быть переработано в учебную информацию, если убрать детали, максимально сфокусировать внимание на учебной стороне этого кейса, тогда это будет учебный материал. И еще немножко утомлю вас теорией. Посмотрите, пожалуйста, то, что касается модульности обучения. На экране вы сейчас видите вместо меня Субтитры создавал DimaTorzok